Все представители многочисленных народов России хотят работать, учиться и жить на Отверской земле в дружбе, радости, добрососедстве и взаимопомощи. На это направлен целый ряд проектов и конкурсов, которые в регионе реализует областное отделение Российского фонда мира совместно с органами власти и общественными организациями. Проекту «Дети многонациональной России», который проводит областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира», в октябре исполняется 7 лет. За эти годы его участниками стали тысячи школьников и студентов, их родителей и учителей, представители органов власти и общественных организаций. Мы работаем в тесном контакте с Министерством образования Тверской области. Очень важно для ребят, чтобы им внушить с молодых лет то, что наша Родина – великая страна, и то, что ее любили их деды и отцы, и также любим ее мы. И не на словах, а на деле. С большим успехом проходит региональный фотоконкурс «Край родной». За это время проект получил награды Законодательного собрания, Регионального министерства образования, епархии, Российского союза молодежи. 24 октября будет проведен уже пятый литературный конкурс «Читаем, думаем и пишем о России». Мне кажется, что этот конкурс имеет право жить и расширяться, потому что все больше ребят хотят выразить свои чувства к своей Родине. И мы очень благодарны всем, всем, всем ребятам, которые прислали свои работы. Конечно же, не каждый участник стал победителем, но от имени Фонда мира и от Тверского полиграфического колледжа я благодарю всех участников. В предыдущем конкурсе участвовали студенты и школьники из 42 сельских поселений и муниципальных образований Верхней Волжи. 51 школа и 14 колледжей прислали свои работы. Постоянным партнером выступает Муниципальный оркестр русских народных инструментов имени Василия Андреева. Мастерство этого талантливого музыкального коллектива предопределило название торжественной церемонии награждения победителя литературного состязания. Читаем, думаем и пишем о России, и слышим ее всей душой и сердцем. Известные тверские писатели и журналисты, а также организаторы с нетерпением ждут новых талантливых работ. Продолжение следует...